С вами группа Anti-Cheaters, продолжаем стримить турнир от проекта FastCup, сетка лозеров, Anti-Cheaters против команды, как у них команда называется? DarkForce или DarkTeam? Драфт, 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 тим. А, драфт, тим. Извиняюсь, заранее, пока что у нас первый пистолетный раунд, после него всё проговорим. Пока что Anti-Cheaters начинают нас за контртеррористов, очень агрессивно играют на миде, оформляют минус 2, минус 3 и двое игроков команды. Драфт, тим. выходит на Б с пачкой, в итоге пачка будет устанавливаться и глубоко в панту, как здесь оформлять один минус, и не дают поставить пачку и безупречный пистолетный раунд для команды Anti-Cheaters. Итак, дорогие телезрители, все, кто только что к нам присоединился, это группа Anti-Cheaters, я Кэл, со мной Паркер, стримим турнир от проекта FastCup, турнир под названием Big Cup No. 2 by Max Payne, с призовым фондом 100 тысяч рублей. Вот, ну и сейчас пока что у нас сетка лузеров, Anti-Cheaters против Draft Team, вот, карта D-Dust 2, эко-раунд от команды Атаки, по идее, как, вот, оформляют здесь первый минус игроки команды Anti-Cheaters, перестреливают минус, кстати, вот, Dust 2, давно не видели, самую, вот, самую первую карту устремили, Dust 2, и вот сейчас второй раз на эту карту попадаем. Red Leap, тем временем не прощает своих соперников, оформляет минус 3 на миде, минус 4, и здесь он близко, чтобы оформить сейс, но Metal все-таки его забирает. И да, и самое главное составы играющий команд сейчас озвучу, после того, как Metal попытается здесь потащить, но у него это не получается. За Draft Team играют у нас Metal, как Аш, Брингер АА, и Амер, Баркави, Баркаши, я не знаю, короче, Амер, ты просто у нас будешь, парень, поэтому не обессути. Амер, да, норм. Амер Ханта там или кто, ну, в любом случае Амер. За Anti-Cheaters также играют нас Red Leap, Finch, Method, Führer и Nessick, он же пёсик, ну, мне как-то легче читать, на самом деле, Nessick. Вот. Ладно, у нас сейчас Anti-Cheaters продолжают играть на Закупе, а вот игроки команды Draft Team взяли, вот, кстати, Galil, есть UA, пытается открываться он на миде, кстати, тем временем Führer сделал OpenFrag, Method с Ямы забирают у нас АА в банке, и Anti-Cheaters в чистом преимуществе, пачка у нас лежит. На 8 игроки команды Draft Team потихоньку теряют своих тиммейтов, увольняют Ashbringer у нас на DL, и пачка проходит Zic, и один из игроков команды Draft Team уже занял, у нас Upland, Как, минус Red, Leaps, неплохо, но здесь Nessick забирает Как, а Metal разменивает Nessick, а Кака забирает Кака просто, нормально. Metal. 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 Metal и Method. Метод оформляет минус по металлу, и в итоге режет парня по металлу. Ладно, 3-0. Не режет, он просто его убивает. В любом случае, сейчас игроки команды Атаки должны что-то придумать, но, по-видимому, это эко-раунд, потому что предыдущий был определенный форс от них, и сейчас ребята полноценно должны сливать, чтобы уж потом закупиться. Пока что Ashbringer пытается проходить у нас на Middle, и это будет выход на Middle, а Ashbringer здесь наталкивается на Finch сразу же, и задействуется своим тиммейтом, оформляет ребята, минус 3, минус 4, опять же, Metal делает минус, вот, ну и... Да, это Metal был. Вот, остается последний ААА под бэплантом, щепках, и... Инфа, сотка, RedLips. 4-0. 4-0, RedLips забирает последнего ААА, и сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, пока что античитерс у нас лидирует. Но это всего лишь начало, да, то же самое у нас было на предыдущей карте, античитерс собрались, и все-таки преломили исход игры, но, поэтому, самое начало игры никак, и нам не нужно воспринимать серьезно, даже если будет, там, счет 9, 1, 9, 2, там, 8, 1, и так далее. Это лишь начало первой половины, да. Да, уже сколько раз, сколько раз, да, сколько раз сегодня такое уже было, что выигрывали, там, 13-1, и в результате потом, за... после смены сторон, там, вообще жестко. Или даже пытались сделать комбайк еле-еле. Да, в итоге, смотрим дальше, пока что, вопонфрага до сих пор нет, первый контакт у нас фюрер на рекламе пытается встречать зигу, вот, и один из его тиммейтов также пытается принимать финиш, с нейсиком, да, еще по минусу. И двое на зиге, остаюсь там, посмотри, у нас за Амером, у него 6 хп, он с ВП на зиге сидит, вот, и здесь у античитерс, по-моему, вся информация есть, но методу забирают на четверке, неплохо. Метал забрал, метал обоих, который я видел на зиге. Ну и Амер, пытается выйти у нас с подъема, но Амера забирает, фюрер это делает, и пытается с подъема перестреливать, но все-таки метал, неплохо, забрал он фюрер, и в спинах пинч уже забрал, забрал металла. Ну, блин, ну, трудно так читать, когда есть метод и металл, да, то есть разное ударение, соответственно. Да ничего не трудно, нормально. Ну, паркер, ну, не тебе судить, наверное. Короткие ники, все-таки. Ну, в любом случае, понимаешь, когда есть метод, то я охота назвать парня металл, вот, то есть не металл. Ну, называю его же «железный человек», ну, это финиш любом случае. Да, он будет не против, я думаю. Да, он будет не против, ну, ладно, продолжаем пока что. Игроки команды Anti-Cheaters пытаются принимать выход на зиге от игроков команды Draft Team, и с трудом это делают, кстати говоря. Но Draft Team все-таки ломают. А что-то раскидки никакой не было. Ну, да, ребята, на Фасте пытались забежать у нас на зиг. Вот, по поводу того, что я комментирую с Макс Пейном, это была шутка, опять же, ребят, может, кто серьезно вас принял, это не Макс Пейн, это Сергей Коновалов. Редлипс минус Амер. И у Финч остается последний, и в итоге, в итоге Финч, Финч, Финч делает минус. Редлипс забрал металла, времени нет, нету времени, пачка взорвется. И Draft Team забирают раунд с трудом, с трудом ребята это делают, и все, слава богу, все нормально. Я думал, опять впала, что ли. Вот, и я сейчас просто смотрю на КТ, и у них трудная экономическая ситуация, потому что были передропы на Респе, несмотря на то, что ребята взяли 5 раундов подряд. Песик Аркадий у нас. Аркадий, Аркадий на восьмерку, парень с девайсом дает минусы. Один минус дал, Фюрер забрал Ашпрингера, и Фюрер, кстати, забрал кого-то на 8 Финч. Ну вот, как мы помним, что Античитер самый первый каткин, да и со вторым на этом турнире, тоже играли очень агрессивно. Сейчас они продолжают нас играть в том же стиле, с которым привыкли, к которым им нравится, наверное, Акарсида Даст-2 за КТ играть. Ну и в итоге получается так, что они уже в численном большинстве в данном раунде так, что втроем против одного металла. У него 15 хп, он на 8. Вот, и попытается, наверное, парень... Финч? Нет, Финч его не простреливает, и в итоге металл увольняет Редлипса. Но Финч, Финч не понимает, откуда же выйдет сейчас. У него 45 секунд, 15 хп, пачка, где пачка? Самое главное, пачка у нас на С-58, рукав. Поэтому сюда будет смотреть Фюрер, но он не увидел здесь никого, потому что сюда под прицел не вышли металл, но и металл до сих пор взлет Финча. Финч давно уже ушел на Зигу. Металл пытается здесь выйти, но Фюрер... Фюрер неплохо играет с авиком пока что за античитерс, еще становится 6-1. 6-1, игроки атаки. Посмотрим, что они сейчас предпримут. Ребят решают сливать с Зиглами. Получится или нет, посмотрим, узнаем. Вот и пока что АВП, 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 АВП у нас что, контроль от АВП. АВП у нас под А, игроки команды атаки не торопятся, занимают потихоньку 0 в пятером. И как пытается выходить на мидл, а также пытался выйти. Но здесь Финч довольно-таки уверенно забрал двоих игроков. И античитерс Аркадий уже в банку. Кстати, пачка уже на миде где-то входит. Финч, Финч. Но Финча все-таки забирает, выбивает из него девайс. Хотя мог, в принципе, он не отдастся, если не играл так агрессивно. Ну и все-таки один минус в найк раунде ребята сделали. И сейчас будут уже закупаться. Хотя не так, как хотелось бы, потому что есть Галилы. И вот самое главное, посмотреть, есть ли АВИК. Нет, АВИКа нет, и Ашбрингер будет контролить Аркадию в нижнюю Т-шку. Вот, ее не было. Игроки команды античитерс стали довольно-таки дефолтно. Двое на Б. Кстати, сейчас под флешку будут чекать Т-шку. Редлипс здесь за Аркадий, он неплохо, минус А. И, соответственно, численное преимущество раздобыли игроки античитерс в начальной стадии раунда. Пока что, античитерс никуда не торопится. С Б они стягиваются на мидл. Но понимают, что они спугнули отсюда игроков команды Драфт Тим. И в итоге АМЕР. АМЕР единственный, кто пытается выходить под Б. Но АМЕР. Посмотрим, удастся ли ему это сделать или все-таки нет. И АМЕР пытается, да. Пытается в любом случае. И ждет здесь античитерс под Б. Но пока что. Игроки команды Драфт Тим достряли нас на зиге. Пачка здесь же. И даже непонятно, куда направиться. Они в итоге античитерс у нас втроем под А. Финч смотрит в мидл. Один игрок под Б. И АМЕР. Я не понимаю, что здесь делает АМЕР под Б. Но толком не выходит и не чекает ничего. Хотя начал. Пошел заход на Б плент. И АМЕР. АМЕР говорит своим тиммейтам, что увольняет он Редлипса под Б. Но это будет выход под А. Слишком рано. Надо было подождать перетяжку от античитерс. И за это их, в принципе, и наказывают отчасти. Потому что Финч работает на Б. Забрали здесь АМЕРа. И игроки команды атаки в замешательстве. И в итоге теряет он почти всех своих игроков. Остался последний металл. Пытается выходить под Б. У него 100 хп. И металл минус Финч. Добрал он Финча здесь. Финчерр минус металл. 8-1. И первая половина уходит за античитерс. Отличная игра. От нашей команды пока что они не дают разгуляться. Здрастим у нас. И посмотрим, что же придумают ребята дальше. Турнир, по идее, как должен быть. Но я не знаю точно. Но по идее тоже до какого-то определенного времени сегодня. Поэтому не расходимся, ребят, далеко. Сколько мы будем еще стримить сегодня, не знаем. Насчет завтра тоже не знаем. Потому что Игр Найс, поскольку нам известно, не смог сегодня прокомментироваться. Вот в комменте мы. Поэтому вот такие вот дела. Времени Мэка было от команды Драфтим. Остался последний игрок. А АА в Т-шке верхний. Ну и в итоге его забрали. Сейчас становится 9-1. И пока что явным фраг-лидером в античитерс является Ред Липс. Идет он 16-5. И у игроков Драфтим можно отметить металла, который играет в плюс. В отличие от его тиммейтов. Старается парень, молодец. Ну вот, играли бы его тиммейты. Также было бы все хорошо, наверное, в команде. По крайней мере, не такая бы сильная разница по счету была. В любом случае. Античитерс втроем на меде. Вот это, да. Вот это прикол. Но Драфтим. Пока что не решились, куда будут выходить. Заняли ребята 0. Заняли Т-шку. Есть определенная информация у них по этим позициям. Пытается перестреливаться здесь на меде. А Мир сам себе накидывает и будет заходить. Но фюрер накинул ему немного другого, чего он ожидал, наверное, увидеть на меде. И получил он пульсовый пэнт. В итоге влетел он в таверну. 4-5. В итоге игроки команды актив перетягиваются. Под Зигу накидывается им хорошее. Плотная хаешка. Фюрер встречает здесь с фенчом. Но у фенча ничего не получается. Зажим сидит с гуся. У него не вышел. Как забрал Нессика. Пачка будет устанавливаться. И металлс как остаются вдвоем против четырех игроков команды. Нет, какой четырех. Двоих игроков. Я поторопился. 2-2. В общем они оба длился. Пошли. Надо было одному с Зигити. Двое игроков команды актив уходят в фигу. Двое игроков команды античерс будут играть с ДЛ. Им нужно торопиться. Радлипс, Радлипс, что ты даешь? Просто. Вышел парень. Но вот с трудом бывает веришь в его АИ. Конечно, да? Как он стреляет. Он очень жестко. Вот до этого на предыдущем капе мы вообще поражались, что он творил на Мираже. Вот. Ну и сейчас. Это конечно жестко. 201 античерс продолжают вести. Да. Драфтим не позавидуешь, потому что у ребят ничего не получается. Фактически нет каких-то определенных заготовок. Нет раундов, которые они могли бы придумать и совершить свою пользу. Тем временем Нессик опять же Аркадьед Миддл. До этого у нас в античитерс этим занимался Финч, но видимо на разных картах это делают разные люди. Видимо они сидятся на одном месте, ребятам. Соответственно, его взяла. Античитерс сделали, кстати, крепление по длиной. Метод перекрестным огнем с фюрером будет встречать банку. Но фюрер отошел у нас на зигзаг. Античитерс. Один под Б, один миддл и драфтим также установились по карте. Тем временем Финч с методом дают по минусу в разных просто направлениях по карте. И аж Дрингер остается последним. У него пачка, он будет выходить под Б, плент. И здесь Финч справляется с ним. Но тут не хватает ребятам из драфтима и не только таймингов, но и по скиллу, и по тактикам. Видно, что ребята как-то неорганизованно все делают. И у них получается все не очень на данный момент. 11-11 счет говорит сам за себя в любом случае. Сейчас ребята закупились уже на морально-волевых, потому что есть два Галила. Это в любом случае неполноценный закуп. Вот. И посмотрим, что будут делать ребята дальше. Пока что А пытается занимать Зигу, но Несик формляет минус по каку, метод минус аж Брингер. И сразу же античитерс. Добыли, честно, и большинство, и продолжают от него отталкиваться. Редлип забрал Амера у нас. Но все-таки А дает минуса по А, отлично. Это именно его плент. Да, видно по нику, что парень именно готова ходить сюда и режет, режет, режет. Ахахаха. Он причем урезал, резал Петю Маус один, короче, просто, просто медленно его решил убить. Да, ну и получилось жестко, 12-1. В любом случае это, конечно же, был определенный. Ааа, зашел на свой одноименный плент и его там зарезали. Что может быть еще хуже этого, ну не знаю. Тем временем, Фиш пытается нашивать под Б, его также в ответку нашивают. Игроки драфтим опять же разбрелись по карте. Несик аркадит медл, забирает нижнюю тэшку и дают ему уйти игроки команды драфтим. Вот. Ну и Фюрер пытается играть, пока что с Айвиком, но метод оформляет минус по Аж Брингеру. Делает он это на длине, играет метод, наверное, это его излюбленная позиция на 10-2, потому что играет он в яме у нас практически постоянно. Но тем временем металл забирает метода А, забирает Несик, а ее минуса пошли под Аплантом. Пачка должна стягиваться по идее сюда, потому что ситуация 3 в 3. А, забирает еще и Радлипсон, ну вот здесь Фюрер поймал, а. 2-2, металл, Сомер, Баргажи или Баргажи или Баргажи, или Баргави, в любом случае. Фюрер на пачку, на, посмотрим, где же, а, пачка у нас носить, да, 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 нет, в нижней тэшке лежит, нижней, нижней, нижней тэшке, все, я понял. Фюрер будет смотреть здесь middle, но, бау, ребята будут забирать сейчас, забирать пачку, пытаться, по крайней мере, это делать, и слышно, печь забирает одного, ну и Фюрер добивает второго, 13-1, последний раунд первой половины. Ну, пока что интрига у нас не наклевывается, но, надеюсь, что все будет в порядке, все пройдет безупречно. Ну, предыдущая катка, конечно, была поинтереснее, там вообще был валидоу. Да, там была упорная борьба, но весь, у Аркады, у Аркады. Есть еще, весь еще интересный. В лучших традициях Маркелова, да, я помню, заготовку на и была такая же, только там Маркелов Аркадилзик, без содействия с их тиммейтов, а здесь вот RedLips, пока что с ней секундает минуса. Да, аж Bringer. В любом случае, у нас не Na'Vi, у нас команда гораздо жестче, и смотрим дальше. Да, Na'Vi это, Na'Vi это прошлый век. У нас сейчас 2015 год. Создание CS 1.6, портал FastCup. У нас другие профессионалы просто. Надеюсь, ребята соберутся, еще попытаются взять хоть какое-то количество раундов зацепиться за интригу и в дальнейшем потащить, но для этого еще долго. Долго, поэтому для начала нужно выиграть, конечно же, пистолетку. Ребята укрепили Apland, Anti-Chitters направляются у нас именно сюда, через ZIG себе в пятером и против троих игроков команды драфтим, как будто BRH через ZIG, да, сейчас у нас будет фактически. Пытаюсь, ребята, в пятером зайти, зайти на Apland, и в итоге метод, метод у него забирают в планту, и смотрите, что делает драфтим. Ребята пока что размениваются в свою пользу. 2 в 3, 2 в 3 мы смотрим дальше, и пока что игроки застряли на ZIG у нас. Ну а забрал нас фюрера, RedLips у него 3 хп. Предпримет дальше, но вот A забрал RedLips и... 14-2! Это камбэк! Это камбэк! Паркер специально каркает, на самом деле. Не знаю, будет ли камбэк, нет, но посмотрим. В любом случае, хотелось бы посмотреть на команду драфтим взяли, смогут и ребята также поучительно отыграть в сторону КТ, как сделала эта команда Anti-Chitters. Но пока что Anti-Chitters сливают под бэк, бегут все сюда буквально и здесь принимают. Амир! А, нет, 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 нет. Минус 4. Нет, 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 нет. Минус 4. Минус 4. Да, минус 4 тоже неплохо. 14-3. Anti-Chitters. Кстати, пачка не была установлена, но ребята берут АКМ и берут АКМ и, соответственно, это определенный закуп. Не знаю, у них есть армор или раскидка, но раз уж этот закуп придется игрокам команды обороны потеть, выиграть этот раунд. Смотрим дальше. Anti-Chitters пока что разбрелись, опять же, по карте. Заняли 0. Тэшку контролируют банку. Игроки обороны также не торопятся. Играют у нас холдово те и те, но Anti-Chitters у нас уже занимает потихоньку парапет. А вот будут проходить сюда на винт. И, кстати, финич пытается открываться middle. Здесь у него будет первый контакт, я так понимаю. И RedLib забирает Амера с финчом. В итоге пошла перетяжка под B. Пошла перетяжка под B, но Anti-Chitters заходят вообще на все уголки карты. То есть это и Zick, и Middle, и B-Plan. Соответственно, неудел оставляют большую часть игроков команды Draft Team. Забирают здесь еще H-Bringer. Пошел размен. И остается последний. Как? Но 15-3. 15-3. Пятикратное преимущество по раундам. Да. Редко такое видишь, на самом деле. Особенно в турнире такого масштаба. Тем более на такой стадии, когда уже решается судьба одной из команд. Ну, печально. Но, видимо, не игра команды Draft Team. Покупается они, естественно, по максимуму. 12 матч-поинтов от Anti-Chitters могут они реализовать хоть один в основное время. Посмотрим. Метод пока что с RedLips. Ну да, здесь чисто ребята перестреливают на... На планту игроков команды Draft Team. Но Draft Team пытается сопротивляться. У нас падает HLTV. HLTV. Мы сейчас посмотрим, закончилась где у нас игра. Да. Кончилась, Денис? Сейчас, смотрю. Да, всё. 16.3.